Доброго всем времени суток! Сегодня готовлю салат королева красоты. Делюсь с вами этим замечательным семейным рецептом. Этот салат очень подходит на каждый день, а также его можно приготовить и для праздничного стола, потому что он получается не просто вкусным, питательным, полезным, но и необычайно красивым на вид. И если вы поставите этот салат на стол, он действительно будет украшением стола. Нам понадобится свежая капуста, морковь, огурцы свежие, свекла вареная, я ее отварила заранее, редька. Редьку можете взять любую, можно использовать и обычную зеленую редьку круглую, Можно использовать и черную редьку, или белую редьку, любой сорт редьки. У меня сегодня вот такой вот сорт редьки, вытянутая белая редька. Гранаты, вернее зерна гранат, грецкие орехи, зелень, конечно же, обязательно. Я сделаю заправку специальную на основе олевского масла. И добавлю туда сок лимона, сок лайма, соль, перец по вкусу и семена льна. Я почистила овощи, почистила свеклу, морковь, редьку, гранат. И начнем резать капусту. Капусту мы будем резать соломкой. Я взяла четвертую часть капусты. Поделила капусту на две части. И вторую часть еще поделила на две части. И взяла четвертую часть. Огурцы, свеклу, морковь и редьку мы натрем на терке соломкой. Порезанную капусту соломкой перекладываем в чашку. Немного ее вот так помнем, чтобы она стала помягче. И сейчас я вам сразу же покажу, как можно этот салат подать двумя способами. Часть капусты мы переложим сюда. Вот я переложила в другую чашку. Уберу ее пока в сторону. Теперь натру редьку в эту же чашку, где у нас лежит капуста. Часть редьки также перекладываем. Заметьте, я кладу не рядом с капустой, а напротив. То, что находится в чашке, мы будем мешать. А то, что находится во второй чашке, мы будем мешать потом. И дальше мы будем тереть огурец. Заметьте, я сначала натираю светлые овощи. И только в последнюю очередь я буду натирать свеклу. Сейчас мы натрем огурец, потом мы натрем морковь и потом и натрем свеклу. Измельчим грецкие орехи. Добавляем гранаты. Выкладываю орехи. Орехи можно выложить вот сюда, чтобы у нас была такая радуга. Остальные орехи всыпаю в другую чашку. И сверху посыплю семенами льна. Сделаем заправку для салата. Оливковое масло. 100 миллилитров я вливаю оливковое масло. Сок лимона. И сок лайма. Сразу сюда выдавим сок. Я выдавила лимон и лайм. Все вместе выдавила и сюда вливаем. Добавляем щепотку соли. Черный перец. Зелень. Это баба кинзу. И петрушку. Если есть у вас укроп, можете добавить икру. Любую зелень. И взбьем нашу заправку блендером. Заправка для салата готова. Берем такую специальную соусницу. Ставим центр. Накладываем туда нашу заправку для салата. И вторую половинку заливаем во вторую часть нашего салата. Помешаем. Накладываем салат. Мои дорогие, салат королевы красоты готов! Вот такой он у нас получился красивый, яркий очень. Я вам предложила два варианта подачи салата. Это первый вариант, когда вы мешаете все ингредиенты сразу до подачи в одной чашке и накладываете. И второй вариант, когда вы подаете, не помешивая его заранее. Ингредиенты все стоят отдельно, вот так вот, разложены отдельно на блюде. Вот он вот такой стоит тоже красивый на столе. Заливаете все соусом. Перед подачей помешиваете. Заправка такая получилась ароматная. Оливковое масло, лайм, лимон, зелень. Это просто невероятный аромат. Посмотрите, какая красота. Здесь прям видно у нас и гранат, и орешки, и семена льна. Дорогие мои, готовьте с удовольствием. Попробуйте. Приготовьте салат Королева Красоты. Я уверена, он очень вам понравится. Необычное сочетание всех вкусов. Когда вы будете его есть, гранат будет лопаться, зернышки. И такой будет придавать вкус орехи, семена льна, редька. Редька тоже одновременно придает такой какой-то ядреный вкус. И все это еще отдает кисло-сладким привкусам лайма и лимона. Потому что лимон, он такой кислый, а лайм немножко сладкий. Готовьте с удовольствием и будьте счастливы.